Всем привет! Снимаю очередную часть видео о моих косметических запасах. Последнюю. Касаться она будет ухода за волосами. Здесь я вам покажу шампуни, маски, бальзамы, разные масла, скрабики. Всего этого у меня было очень-очень много. Я хорошо так перебрала свою коллекцию, многое подарила, многое отвезла своей маме. Но осталась все равно огромная куча. Не судите строго. Когда-то я скупала, просто скупала все, что было мне интересным. Надеялась, что смогу и успею все это использовать. Но у меня тогда были длинные волосы. Когда я подстриглась, я поняла, что на короткие волосы шампуня нужно совсем чуть-чуть. В том числе и масок, и бальзамов тоже меньше требуется. И да, и все эти запасы я не знаю, как расходовать. Давайте приступим. Начнем с шампуней, у которых нет пары к ним. Ни бальзамы, ни ополаски, ничего такого. Первый такой шампунь – это Фаберлик шампунь и кондиционер. Два в одном, роскошный уход с воском, прополисом и медом. Обещает нам этот шампунь великолепно очистить волосы и кожу головы, тонизировать и укреплять корни, защищать волосы от агрессивного воздействия окружающей среды и высоких температур при сушке феном. Но я уже не один раз сталкивалась с такими статейками в глянцевых журналах, где писали, что шампуни два в одном – это не есть хорошо. С одной стороны, это не шампунь, он недостаточно хорошо промывает волосы. С другой стороны, это не кондиционер, он недостаточно их питает. Это экспресс-вариант, в спортзал с собой взять или небольшую поездку, но на регулярной основе пользоваться средствами два в одном нежелательно. Не знаю, так это или нет, я стараюсь все равно после любого шампуня наносить какой-то ополаскиватель или какую-то маску. Этот шампунь сам по себе мне даром был не нужен, я его приобрела просто потому, что мне нравятся средства из серии My Honey, и к тому же он был в наборе, по-моему, с гелем, и по не очень высокой цене. Пока не пробовала, не знаю, что он собой представляет. Следующий шампунь у меня от Avon, тоже шампунь два в одном, бесконечная свежесть, имбирь и манго. Не одна такая баночка у меня в запасах, а у моей мамы. Шампунь очень хороший по своим очищающим свойствам. Он волосы промывает на отлично, смывает любые масла, прекрасно пахнет, но сушит длину волос и немного спутывает кончики. После него обязательно нужно наносить какую-то маску, и вот эта надпись два в одном, это полное, конечно, вранье. Но я его люблю из-за аромата, прощаю ему все. Следующий шампунь у меня от марки Русское поле, биошампунь, красный перец для укрепления и роста волос. Сейчас у меня в ходу точно такой же, он очень экономичный, здесь к тому же еще огромный объем, 365 мл. Я не знаю, я уже полгода пользуюсь таким шампунем, и там даже половина еще не использована. Хороший шампунь, неплохо смывает масла, он тоже содержит СЛС, как и два предыдущих шампуня. Он приятно пахнет, такой немножко терпкий у него перцовый аромат. Вот, волосы промывает отлично, немножко может, конечно, подсушивать длину, но это, скажем так, не точно, потому что у меня длины не так уж и много, но если бы у меня были длинные волосы, я увидела бы, да, что он подсушивает. После него, конечно, тоже нужна маска, но маски именно вот из такой серии, вот красивенькой, элитной, скажем, у меня нет. Следующий шампунь органический, единственный в моей коллекции, не считая бабушки Агафьи, которой я сейчас пользуюсь. Это шампунь от Натуры Сиберики, вот в такой красивой упаковке, которую создала Алена Ахмадулина. Этот шампунь с нанайским лимонником, энергия и рост волос, объем 400 мл, хватит у меня такого шампуня, очень-очень надолго я шампунем одним и тем же долгое время не пользуюсь, я их чередую, иногда 3-4 шампуня у меня в ходу одновременно, можно сказать. Органических мало, но они тем не менее есть. Был у меня шампунь к желе от Натуры Сиберики, вы знаете, он был без СЛС, но он очень хорошо смывал масла, да, так что сейчас сделали органические шампуни, которые масла смывают, это радует. Но про этот ничего сказать не могу, недавно приобрела. Также у меня есть, разумеется, как шампуни без пары, так и бальзамы без пары, и я вот к таким шампуням буду подбирать бальзамы, у которых нет шампуня, что-то я повторяюсь. Ну давайте уже приступим, потому что я заболталась совсем. Есть у меня вот такая маска Advanced Techniques от Avon, это серия всесторонний уход, очень хорошая маска, небольшой объем, но у нее средний расход, она на короткие волосы довольно экономичная, приятно пахнет, волосы ее как будто в себя впитывают, хорошо восстанавливают волосы, здесь написано, что она защищает и укрепляет их, они мягкие, гладкие, да, все это так. Так, сейчас обновилась серия Advanced Techniques, и я слышала, что эта маска стала хуже, но слава богу, у меня этих масок, наверное, 3 или 4 тюбика в запасах, я очень ею довольна, всегда была, сколько лет пользуюсь, столько лет довольна. Шампунь и ополаскиватель из этой серии мне не понравились, они силиконовые, они как-то мне не очень плохо из волос вымываются, а маска хорошая. Так, следующая маска, это чистая линия, фитобаня, эффект бани в ванной, питание восстановления, защита от пересушивания. Давно у меня эта баночка, но все, никак не могу начать ею пользоваться, и пары к ней у меня нет, потому что шампунь от чистой линии меня не очень устраивает по своему качеству, березовый сушил мне дико волосы, шампунь с гречихой, наоборот, вообще их не промывал, и на этом, в общем-то, мое знакомство с шампунями от чистой линии я закончила. А маска, ну, будет интересно попробовать. Есть у меня вот такая густая маска для волос, алтайская целебная сила 100 трав, в фикс прайсе покупала, вроде бы она натуральная, да, эта марка считается, здесь березовый сок, глицерин, пчелиный воск, хороший состав, маска, что она делает, увлажняет волосы, придает гладкость, да, после каких-нибудь шампуней типа Avon можно нанести такую маску, волосы будут себя лучше чувствовать, но пока не пробовала. Последняя маска без пары, это маска от марки Русское поле, ее, разумеется, буду использовать вот с этим шампунем, но я не помню, есть у этой маски пара в виде такого более простого шампуня, этот такой, да, на серебряной воде или на какой-то, а этот простенький такой бальзамчик, уже не раз рассказывала про этот бальзам, он хороший, он печет кожу головы, он действительно, как мне кажется, укрепляет волосы на рост, я не знаю, влияет или нет, я такое огромное количество средств для этой цели использую, что тут ты не разберешь, от чего волосы растут, а от чего нет. Что еще могу сказать? Классная штука, приятно пахнет, очень экономичный, объем 250 мл, бюджетная, когда-то продавалась в фикс прайсах, и у меня таких банок 3 или 4 в запасах, но это чтобы заказ на сайте Фратишоп не делать часто, потому что доставка дорогая, я закупилась, чему очень рада, да, мне нравится, но пользуюсь, опять же, нерегулярно, не через день, а где-то раз в неделю, не чаще. Далее речь пойдет о парных средствах по уходу за волосами, и начну с самого дорогого шампуня и самого дорогого кондиционера. Это корейская марка Dying G Meori, вот такая парочка, пол-литра объем у каждой банки. Мне эти средства подарил мой муж на день рождения. Стоимость каждой где-то в районе 7 или 800 рублей в магазине Подружка, но здесь просто какие-то чудеса нам обещают. Так, шампунь должен и, понятное дело, промывать волосы и кожу головы, а также он тонизирует и крепляет корни, препятствует выпадению волос, предотвращает зуд и появление перхоти, защищает волосы и делает их эластичными, гладкими и шелковистыми. И много что там еще написано, просто супер шампунь. Мне очень нравятся заглушки у этих шампуней и банки. Очень удобные, с помпами. Надеюсь, действительно хорошая вещь. Пока не пробовала, пока не пользовалась. Ну, очень интересно, но года на два мне такие шампуни, такие объемы. Следующий шампунь и ополаскиватель тоже довольно-таки небюджетный. Это марка Десанж. По-моему, Лореаль все это дело делает, если я ничего не путаю. Ну, да, это и не важно. Покупала шампунь в метро, по-моему, он там четыре сотни стоил, а ополаскиватель в Ашане тоже больше трехсот рублей. Почему покупала? Потому что это мицеллярный шампунь для сильно поврежденных волос. Когда у меня были длинные окрашенные волосы, я часто покупала шампуни для поврежденных, сухих, каких-то проблемных волос. Но сейчас у меня короткая стрижка, натуральный цвет волос. Я волосы красить больше не собираюсь, по крайней мере, в течение ближайшего года, так это точно. И я не знаю, зачем мне столько средств для каких-то проблемных волос, как, например, вот этот Десанж. Но я его уже купила, и стоит он безбожно дорого, и я все равно буду им пользоваться, даже если он будет жирнить мне волосы. Здесь содержится масла, целых три разных. Ну, надеюсь, что моим волосам все равно этот шампунь подойдет и понравится. Так, что еще? Есть у меня вот такая серия, она чуть подешевле, и продается в магазине Подружка. Это марка Body Resort, разные ароматы, есть гели, и какие-то спрейчики в этой серии. Я выбрала для себя кокос. Шампунь этот и кондиционер, они для объема. Когда у меня были длинные волосы, объема, разумеется, не было. Когда я подстриглась, объем сам по себе появляется, я для этого ровным счетом ничего не делаю. У меня волосы действительно держат объем. Я не знаю, с этим шампунем я вообще буду похожа на дуванчик или нет, но надеюсь, мне понравится. Покупала из-за аромата. Так, по сути, мне эта серия и эта марка не очень-то интересна. Что еще у меня здесь есть? Еще одна парочка с маслами. Это Эльцеф Роско с шести масел для волос, нуждающихся в питании. Ну, на холодное время года мне понадобится такой шампунь, шапки, электрическое отопление, волосы, конечно, страдают. Не знаю, будет жарнить волосы, не будет. Здесь масла лотос, тиаре, роза, ромашка, лен подсолнух. И волосы будут гладкие, послушные, шелковистые, блестящие, мягкие, и жизненная сила в них прям проснется и будет бить ключом. Надеюсь, так и будет. Надеюсь, волосы жарнить не станет. Было интересно попробовать, но пока не пробовала. Да, вот накуплю вечно, а потом мучаюсь. Так, что еще из такого масс-маркета у меня имеется? Шампунь и бальзам Essence Ultime от марки Schwarzkopf. Покупала по хорошим отзывам. Эти шампуни для восстановления контроля над сечением и обогащены омега-маслом для поврежденных и истощенных волос. Мои волосы не такие. Но шампунь и бальзамчик все равно приобрела. Еще акция, что ли, была какая-то. Приятный аромат, хорошие отзывы. Этого было достаточно, чтобы я обзавелась этой парочкой. Следующая пара это Pantene. Очень давно у меня ничего от Pantene не было. Захотелось. Да, реклама, что ли, по телевизору на меня повлияла. Не знаю. Приобрела я шампунь очищения питания и такой же бальзам к нему в пару для жирных и смешанного типа волос. Глубокое очищение у корней, питание для кончиков. Но тогда у меня волосы были длинные и тогда это было актуально. Сейчас, конечно, нет. Но все равно пользоваться буду. Надеюсь на приятный аромат, на то, что волосы будут хотя бы чистые. На большее я уже и не рассчитываю. Что еще у меня здесь есть? Вот такая огромная банка шампунь питания и гладкость от Гарнье с маслом кокоса и какао для сухих непослушных волос. Хорошие отзывы. Маленьких банок не встречала. В Литуале брала со скидками. Конечно, у меня такая дурища в 400 грамм, миллилитров, точнее, даром была не нужна. Но что поделать. Да, и в пару к этому шампуне у меня есть такой бальзамчик хороший. Я таким пользовалась. Он приятно пахнет. Он делает волосы мягкими. Он их не утяжеляет. Отличная вещь. Меня полностью устроил. Но объем имеет маленький. Всего лишь 200 миллилитров. Здесь 400, да, и нужно было что-то еще. И это что-то еще. Вот такая маска. Опять же, от Гарнье, но другая серия. Глубокое восстановление с маслом авокадо и карите. Шампунь из этой серии мне очень понравился. Он даже без бальзама великолепно работал с волосами. Но тогда, да, вот с тем шампунем, вот с таким, у меня был вот такой ополаскиватель. А здесь маски в этой серии нет. И пришлось брать вот эту. Ну, на нее очень хорошие отзывы, конечно, были. Объем у этой маски большой. Сколько здесь? 300 миллилитров. Я думаю, получится у меня все вместе это одновременно закончить. Обычно шампунь, конечно, расходуется быстрее. Но опять, как наносить? У кого-то, наоборот, бальзам быстрее расходуется. Тут от пенящихся свойств многое, конечно же, зависит. Также у меня есть еще вот такая парочка шампунь с красным перцем «Хамам». Покупала на сайте «Фратишоп». Египетский шампунь. Объем 320 миллилитров. Он должен, опять же, укреплять и отращивать волосы. Надеюсь, так оно и будет. И к нему в пару есть вот такая маска. Даже две банки, потому что объем здесь большой, а здесь всего лишь 250 миллилитров. Маска разойдется быстрее. Поэтому две, да. Опять же, не пробовала. Здесь органическое масло шафрана, красный перец. Я даже не знаю, будет ли печь эта маска кожу головы, но надеюсь, что мне понравится. Ну и последнее, что покажу вам сейчас, это органический вот такой шампунь, густой, очищающий So Clean от марки Organic Kitchen. Очень мне понравился такой шампунь. В свое время он густой, он очень экономичный, он работает как глубоко очищающий шампунь. Он просто потрясающий, но, конечно же, сушит волосы, с этим не поспоришь. Объем маленький, 100 мл, цена рублей, по-моему, 60, но он классный. Его, на самом деле, надолго хватает, тем более, что такими сушащими волосы шампунями нужно мыться, не знаю, раз в неделю, раз в 10 дней, не чаще. К нему у меня есть два бальзамчика в объеме каждой, опять же, 100 мл, два, потому что расход получается такой. Один шампунь на два бальзама. Бальзам более жидкий, он быстрее расходуется, волосы после шампуня сухие, после бальзама живые, да, поэтому, если вы покупаете такой шампунь, берите к нему обязательно бальзам и желательно не одну банку. Да, вот, в общем-то, это все, что касается шампуней, ополаскивателей и масок не сетевых, обычный масс-маркет. Я представитель нескольких сетевых компаний и, разумеется, покупаю там не только гели для душа и средства для лица, но также и шампуни. Начнем с Avon. В прошлом, по-моему, или в позапрошлом году у них появилась вот такая линейка Advanced Techniques драгоценные масла. Разумеется, я ее скупила, как же иначе, как же я могла пройти мимо новинки. В состав набора входит шампунь, бальзамополаскиватель, потом есть такое очень интересное средство сыворотка для интенсивного блеска волос. Наносится как маска после шампуня и бальзама. Также у меня есть вот такая малявочка, я думала, что это что-то другое, но оказалось, нет, это просто мини-версия предыдущей баночки. Вот, посмотрите. Не пробовала, ничего из этого не пробовала, не знаю, но вот про этот спрей двухфазную сыворотку спрей. Я слышала не очень хорошие отзывы, вроде бы она подсушивает кончики, хотя, да, там масла и должно быть наоборот. Вроде бы Марина Светваконца ее ругала в каком-то из своих видео, но я не пробовала, я не знаю, я не знаю. Вот эту малявку, думаю, может в отпуск взять. Насколько хватает такой штучки на короткие волосы интересно. Также у меня есть еще одна серия, это секрет совершенства Би-би, но мимо букв Би-би я пройти никак не могла, куда без этого. Здесь всего лишь три у меня средства, шампунь, ополаскиватель и бальзам, который наносится на влажные волосы перед укладкой. Такой бальзам не смывашка, но я побаиваюсь таких средств и скорее всего буду использовать до мытья волос на сухие волосы. Может с маслами буду в какой-то емкости смешивать, минут на десять нанесу, потом смою, потом ополаскиватель и посмотрю, что из этого выйдет. Не люблю, к тому же тут объем 150 миллилитров, представляете, на короткие волосы сколько лет это можно расходовать. Не смогла пройти мимо новинок, сейчас у Эйвона ничего новенького нет, и даже если будет, я все равно пройду мимо, хватит этого более чем достаточно. Фаберлик, есть у меня вот такой потрясающий шампунь детокс черный для глубокого очищения волоса кожи головы, такие шампуни необходимо использовать хотя бы раз в десять дней, особенно тем, кто пользуется стайлингом, пенками, муссами, чтобы очищать волосы, и у кого шампуни с силиконами, такие средства тоже необходимы. Этот шампунь очищает волосы, там содержится некий эксфолиант, какие-то мелкие вкрапления, но они, честно, не ощущаются. Снимает статическое электричество, придает волосам блеск и шелковистость, очень сильно сушит волосы, но великолепно их очищает. Потрясающий шампунь, очень экономичный, учитывая, что им пользоваться нужно нечасто. К нему, конечно, нужна маска, и для этого у меня есть вот такое средство, маска для интенсивного увлажнения волос из серии Deep Aqua. Эта серия очень хорошо увлажняет волосы и может их утяжелять, поэтому я не пробовала шампунь, но эту маску в паре вот с таким шампунем я использовала уже один раз, и вы знаете, мне очень понравилось. Она экономичная, она приятно пахнет, она классная, выпускается как в таких упаковках, так и в круглых банках, ее можно встретить. Объем 200 мл. Далее моя любимая серия EverStrong. Здесь у меня три баночки. Это шампунь, точнее, это средство для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Амла здесь есть, но она где-то в середине списка находится. Шампунь просто потрясающий, он так хорошо промывает волосы, при этом он их не сушит, не спутывает, он просто великолепный. У него большой объем 250 мл, он достаточно экономичный, чего нельзя сказать, например, о сыворотке кондиционере. Тоже с Амлой, она менее экономичная, здесь всего лишь 200 мл, и на один шампунь нужно где-то порядка двух таких упаковок, но тоже очень приятная в использовании средства, с очень хорошим ароматом. Что касается маски, для глубокого восстановления, она просто потрясающая, она работает так же, как кондиционер, но более интенсивная. Очень мне эта серия нравится, и у многих девочек, кто приобретает продукцию марки Фаберлик, эти средства в любимчиках и фавориты, но кому-то, конечно, может не понравиться, все мы разные. От марки Арифлейм у меня всего лишь одна серия есть, и эта серия небюджетная, крайне небюджетная, Элео она называется. Очень дорого стоят эти шампуни и все остальные средства. У шампуня объем 200 мл, достаточно много. У кондиционера 150 мл, я так полагаю, его хватит не очень надолго. И маска имеет еще меньший объем, 125 мл. Полагаю, что все эти средства могут закончиться одновременно. когда у шампуня есть в комплекте кондиционер и маска, я их чередую регулярно. Ну, я вообще все чередую, но иногда бывает, на меня находят, и я пользуюсь только каким-то одним шампунем, и тогда чередую его дополнительные средства. Эта серия, я слышала, может утяжелять волосы. Сама не пробовала, но надеюсь, что с моими волосами все будет хорошо. Да, вот такая горка, это все шампуни, маски, ополаскиватели. Сейчас буду показывать вам, скажем, такие дополнительные, не совсем необходимые, но интересные средства, которых у меня тоже полны-полно. Мой уход за волосами довольно-таки прост. Масла перед мытьем волос, шампунь, ополаскиватель, либо же маска, какой-нибудь спрейчик, ну, а потом на ночь силиконовые масла. В общем-то, и все. Я к чему это говорю, меня просили снять об этом отдельное видео, но я смысла не вижу. Ничего сложного, ничего сверхособенного. Ну, раз уж я заговорила о маслах, которые я наношу на ночь, то покажу вам вот такое масло Амлы. В запасах у меня только Амла, больше ничего ни репейного, ни кокосового, никаких таких масел. Это масло я приобретала на сайте Мила-Мило. Недешево стоит, да, за объем 100 мл, но Амла в чистом виде редко встречается. Это масло делает волосы более густыми и блестящими, снижает выпадение, предотвращает ломкость и сечение. Пока не пробовала, но, надеюсь, мне понравится. Да, еще периодически я использую скрабы для волос где-то раз в 10 дней, раз в 2 недели, как-то так. В запасах стоит облепиховый скраб от облепихи Сибирики в качестве скрабина косточки арктической малины. Я про этот скраб уже не один раз рассказывала, я его люблю. Такой банки мне хватает где-то на год. Средство экономичное, средство хорошее. Но если мы используем скрабы для лица, для рук, для тела, даже для пяток, почему бы и для головы тоже отдельное средство не прикупить. Хорошее, но не понравится, скорее всего, тем, у кого густые вьющиеся волосы. Скрабинки там могут просто запутаться. Я люблю этот скраб, я им довольна, у меня сейчас в ходу такая банка, супер средство. Да, иногда я использую специальные средства не смывашки, направленные на какую-нибудь проблему. Например, сейчас я использую средства, направленные на усиленный рост волос. Есть у меня в запасах вот такая упаковочка от корейской марки Dying G Meori. Это интенсивное средство против выпадения волос. Но оно не только против выпадения, оно еще их, точнее, оно еще стимулирует их рост, питает и укрепляет волосяные фолликулы, предотвращает выпадение, что еще здесь регенерирующее воздействие, устраняет зуд и перхоть, просто какая-то панацея, средство дорогущее, за объем 145 мл. В магазине подружка с нас просят 750 рублей. Но я разорилась, и у меня две даже такие баночки. Вот это я скоро собираюсь начать пользоваться, и одно средство у меня стоит в запасах. Да, очень хорошие были на него отзывы, скоро открою. Также есть похожего рода средство, укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос от Фаберлик, укрепляет волосы, сокращает выпадение. Объем 75 мл, небюджетно стоит, но, опять же, были хорошие отзывы, говорят, оно работает. По крайней мере, хорошо увлажняет кожу головы, а это тоже важно. Далее, спреи для волос, когда волосы были длинные, такие спреи мне были просто необходимы, чтобы волосы распутать, чтобы они не пушились, статический эффект имелся в этих спреях, ну, и какие-то такие функции, как восстановление, питание, увлажнение и прочее. Очень я любила марку Голискур, но сейчас у меня в ходу этих спреев нет, да, они у меня все закончились, но кое-что осталось и пользуюсь этим редко. Короткие волосы особого такого распутывания не требуют, с этим вполне справляются бальзамы и маски. Что же у меня все-таки осталось? Фаберлик Эксперт серия Дипакова несмываемый экспресс-кондиционер глубокая гидротация, хороший, двухфазный, мне он нравится, у него приятный аромат, волосы мягкие, приятные, увлажненные. Также есть вот такая милая веселая баночка опять же от Фаберлик, это спрей кошка-малина с приятным ароматом, двухфазный, должен распутывать волосы, не знаю, буду использовать просто, чтобы волосы приятно пахли малинкой. Также есть сыворотка, биосыворотка с органическим репейником от Карелия Органика, это уже средство против выпадения волос с укрепляющим фитокомплексом, покупала на сайте Фратти Шоп, одну такую баночку я уже использовала, в запасе стоят две, я не заметила, чтобы волосы стали меньше выпадать, только лишь потому, что они у меня и так особо не сыплются, быстрее расти не стали, но вы видите, у меня здесь большой спектр средств, направленных против выпадения волос и для их укрепления, что из этого работает, мне неизвестно, но, наверное, все вместе оно какой-то эффект все же дает. стоит это средство за объем 150 миллилитров недешево и продается только на сайте Фратти Шоп, поэтому часто заказывать не могу и пока что экономлю я эти средства. Так, что еще, да, со спреями закончили, продолжим маслами, которые содержат в своем составе силиконы и которые я наношу на ночь. опять же, небольшое отступление, когда у меня были длинные волосы, они у меня секлись, хотя я фенами, какими-то утюжками практически никогда не пользовалась, но волосы секутся не только от этого. И в какой-то момент я начала использовать силиконовое масло, это было масло от Гарнье эликсир преображения. Прошло, ну я подстриглась перед этим, разумеется, прошло где-то полтора месяца и я заметила, что мои волосы не секутся. Когда баночка закончилась, это где-то месяца три или четыре, волосы все так же не секлись. Я поняла, что да, силиконовые масла работают, они не только делают волосы визуально более гладкими, но и на самом деле их защищают от негативного воздействия, от каких-то расчесок пластмассовых дурацких, танглтизера у меня тогда еще не было. И я начала использовать эти масла регулярно. Вот уже несколько лет мои волосы чувствуют себя прекрасно. Ну а короткая стрижка, ее регулярно обновляешь, поэтому секущихся кончиков и не видно. Ну тут надо просить кого-то, чтобы он их рассмотрел, потому что волосы до глаз не достают. Ладно, отвлеклась. Даже с короткими волосами в качестве профилактики я все равно использую эти масла. Да, они силиконовые, но все равно они классные, они хорошие. Главное с ними не переборщить, иначе волосы могут, конечно, быть жирными. Что у меня есть в запасах? Экстраординарное масло от LSEF. Я его просто обожаю. Оно классное, оно приятно пахнет, волосы с ним мягкие, волосы послушные, там масла содержатся, уже начиная с третьего места, их здесь шесть. Могу это масло порекомендовать. Если не переборщите, то вам понравится. Также от LSEF есть масло восстанавливающее, такое я еще ни разу не пробовала, надеюсь, мне тоже оно понравится для поврежденных волос. У меня волосы нормальные, да. Разумеется, есть сыворотка всесторонний уход от Avon в объеме 30 мл. Средство очень экономичное, потому что достаточно одного нажатия на помпу, иначе волосы будут жирные. Но я это средство люблю. Ни одна сыворотка от Avon мне так не нравится, как это. Здесь нет спирта, да. Есть от Ariflame из серии Eleo вот такое масло, оно дорогущее, но раз я купила шампунь из этой серии, было бы грехом не взять и масло, да. А что еще? Фаберлик недавно появилась такая вещица в серии салонный уход. Пока не пробовала. Объем 30 мл и пластиковая баночка. От Got2B у меня есть маслица в объеме 50 мл. Тоже обещают нам восстановление с маслом органы. От Evelyn Cosmetics есть органовый такой эликсир с шелком восстанавливающий 8 в 1. Объемчик совсем маленький, здесь 37 мл, хорошая дорожная версия. Ну и последний из таких средств это BB крем для волос. Он, конечно, это не масло, это действительно крем. Приятнейший аромат, маленький расход, волосы гладкие, волосы хорошо себя чувствуют, они красивые, но на расческе остается налет после этого средства, а я все эти масла наношу на ночь, утром расчесываюсь, здесь никаких проблем, волосы с утра не грязные, не утяжеленные, а вот с этим средством на расческе налет, это, конечно, неприятно, но средство хорошее, у кого длинные волосы, спокойно можете пользоваться, оно действительно их восстанавливает и увлажняет. Ну и последнее, что хочу показать, это средства, которые не все используют, многие не пользуются такими вещами, я не могу сказать, что они обязательно в уходе, просто здесь каждому свое. речь здесь пойдет о сухих шампунях, в запасах у меня только один батист оригинальный, да, пора запасаться батистами, потому что один поедет со мной в отпуск, один в использовании, и все, и больше нету. Самый лучший сухой шампунь из тех, что я пробовала, не бюджетный, но он реально работает, с ним волосы на второй день после мытья выглядят лучше, чем свежевымытые, классная вещь, и немножко укладку делает. Волосы уложенные, волосы очень красивые, чистые, из минусов яркие, навязчивые ароматы у батистов. Далее, термозащита, не все пользуются, чаще пользуются те, кто регулярно использует плойки и утюжки. У меня такое средство есть, есть и утюжки, и фены, но ни тем, ни другим я не пользуюсь, но в запасах должно быть, вдруг у меня осенит, и я пойду сушить волосы феном, вдруг мне это понадобится. Ну и последнее средство, которое использую я, и не знаю, пользуется ли им кто-то еще, потому что в обзорах я ни разу его не встречала ни у кого, это гель для волос легкое расчесывание, раз, два, три, от марки Organic Kitchen. С этим гелем, который волосы не утяжеляет и не фиксирует, просто увлажняет их, можно создать укладку без фена, без какого-то брашинга. Мне это очень нравится, у меня таких банок, я даже не знаю, пять или четыре, стоит копейки, 60 или 55 рублей за баночку, 100 миллилитров хватает мне где-то месяца на два, но укладка с этим гелем лучше, чем когда я выхожу из парикмахерской, классная вещь, беспроблемная, супер, да, просто супер, не знаю, рекомендовать или нет, у кого короткие, волосы попробуйте, для длинных, не знаю, что получится. Да, кучка получилась внушительная, всем этим нужно обязательно пользоваться, не ставить в запасы, половину уже поставить в ванну, хотя там и так полно-полно всего. Надеюсь, это видео было для вас интересным, спасибо за то, что вы его посмотрели, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok,